Новая жизнь, новые дороги. В поселке Ак-Мечеть, месте компактного проживания крымских татар, стартовали изыскательные работы, предшествующие проектирование и укладки современного дорожного покрытия по былому бездорожью. На очереди Марьина, Фонтаны и Хушкельды. Подробнее об этом наш корреспондент Алексей Щербак. Программа обустройства мест проживания ранее депортированных граждан прямо прописана в указе президента России об их реабилитации. Ее реализация проходит в тесном контакте с местными жителями и при их полной поддержке. В данном случае по городу Симферополю активную гражданскую позицию занимает заместитель главы администрации Тифу Крифатович Гафаров. Полностью вопрос находится под его личным контролем. Он сам выезжает в места компактного проживания, общается с местными межлисами, с местными общественными организациями, лидерами мнений. И поэтому сегодня благодаря такому слаженному взаимодействию мы получаем такой результат. Времена, когда микрорайон после каждого дождя превращался в болото, должны уйти в прошлое, подчеркивает вице-премьер. Такого внимания жителей Акмечети не видели 23 года. Вот приехали геологи, делают разведку, скажем так, копают грунт, хотят узнать. Информация такая очень, знаете, благоприятная, интересная, что на самом деле с сегодняшнего дня начнется работа и весь микрорайон, особенно второй, будет заасфальтирован. На той половине, в третьем микрорайоне будут тоже 3-4 улицы. То есть все микрорайоны начинают заасфальтироваться. Это прекрасно. И проектировщикам, и подрядчикам работ выступает одно и то же предприятие, что дает надежду на качественную укладку дорожного покрытия. Планируем здесь использовать инновационную технологию методом холодного ресайклинга, подготавливать основания и, соответственно, снивелировать, сжать сроки. То есть непосредственно рабочие техники у нас приступят, где самые простые участки, буквально через две недели. Всего на укладку дорожного покрытия в микрорайонах подрядчику предоставлено три месяца. Параллельно будет возрождаться бытовая инфраструктура поселков. Могу сказать за ФАП, здесь конкретно в Акмечете. Мы знаем, в каком он состоянии, долгое время находился, заброшенный, были фактически выброшены на ветер бюджетные деньги. Сейчас мы его обследуем, посмотрим сумму необходимую для окончания строительства и возможно, что в ближайшее время вместе параллельно с окончанием работ по дорогам запустим здесь ФАП. В перспективе строительство детских садов и других социальных объектов. Алексей Щербак, Время новостей.